Всем привет! С вами Кекс и сегодня я для своей мамочки на день рождения делаю тортик Малибу. Очень-очень вкусный торт. В предыдущем видео я показывала, какие коржи я делаю на этот тортик. Это супер шоколадные коржи, просто обалденные. Посмотрите, очень интересно и будете использовать эти коржи в дальнейшем. Я уверена, они вам понравятся. Чтобы не удлинять это видео, я его разделила на два отдельно коржи, отдельно самосборка тортика. Поэтому, кто хочет, использует те коржи, кто хочет, использует ванильные, бисквитные, кому как нравится. Я буду делать крем на основе пломбира, похожий на пломбирный крем, немножко с кокосом, с фруктами. То есть, должно быть очень вкусно. Я вам скажу, было мега шикарно. Мне нужно для заварной части, которая у меня пойдет на крем пломбир, 250 мл молока. И пачка у меня, если я не ошибаюсь, 40 грамм. Это была кокосовая стружка. Для того, чтобы крем у меня был не сильно приторный, я всегда использую на каждые 100 грамм полная столовая ложка с горкой сахара. Тогда у меня крем получается не сильно приторно сладким. Вы видели, я добавила 3 полные ложки сахара. У меня будет украшение белковым кремом, поэтому у меня было много желтков. Я делала на 5 яйцах. Можно делать на целых яйцах. Но тогда вы добавляете чуть меньше крахмала, потому что белок больше стягивает, чем желток. Так как у меня было много желтков, я добавила 1 ложку крахмала. И мне нужно добавить пол ложки муки. Я всегда смешиваю и муку, и крахмал. Тогда получается более рыхлая консистенция, а не такая клееобразная. С ней удобнее будет работать дальше. Поэтому всегда используйте, если не 50 на 50, то 2 к 1 крахмал мука для заварного крема. Так всегда лучше. Тем временем у меня уже закипела моя основа молоко, кокосовая стружка и сахар. Которую я высыпаю в яичную смесь с молочком. И уже ставлю это все добро на огонь, чтобы заварить мой заварной крем. Крем начинаю быстренько помешивать, чтобы он у меня не свернулся, не пристал, ничего. То есть, чем горячее становится крем, тем чаще его нужно помешивать. То есть, вы видите, начинает уже идти пар, начинают появляться легкие бороздочки. И начинайте все быстрее и быстрее перемешивать. Чтобы все прогревалось у вас равномерно и ваш крем нигде не стал комочками. А был равномерно прогрет, равномерно проварился, равномерно схватился крахмал и мука. Если у вас крем хорошо проварится, никакого привкуса ни крахмала, ни муки не будет. Вы можете использовать как кукурузный крахмал, так и картофельный хорошего качества. Вы видите, вот у меня быстренько загустевает моя смесь. Хорошие бороздочки появляются. Я жду первых пузыриков закипания с дна. То есть, я вон вижу, что первые у меня начинают подкатывать пузырики. Я еще буквально пару секунд смотрю, еще пару пузыриков у меня поднимается. И я все, я снимаю. Я не кипячу долго, иначе может немного послоиться наш крем. Он у меня вышел довольно густой. Это хорошо, благодаря этому у меня ничего не потечет вместе со сливками. Если эта часть у нас будет жидкая, то я добавлю сливки. Оно у нас нужно будет добавлять уже или желатин, или загуститель, чтобы масса не текла. Для того, чтобы у нас не образовалась никакая корочка при остывании этого крема, ни конденсат не собирался, ничего, накрываем пленкой встык. Встык к нашему крему и оставляем до полного остывания. Я бы даже потом поставила в холодильник, чтобы хорошенько у нас была остывшая масса. Я купила сливки. У меня здесь сливки 35%. Частенько бывает, что нету сливок 33%. А такие сливки 35% уже как бы жирноваты немножко и могут перебиться в масло, если их долго взбивать. Поэтому я провожу такую манипуляцию. Я добавляю немножечко молока в эти сливки. Вот буквально на пол-литра таких сливок 30% я добавила 2,5 ложки молока, чтобы разбавить жирность сливок. Добавляю сюда также ванильный сахар. И на каждое, как я уже говорила, 100 грамм в крем я добавляю 1 полную столовую ложку сахара с горкой. Тогда крем не будет приторный. Я добавляла 3 ложки в 300 грамм в общей смеси как бы молока и яиц. И точно так же сюда добавляю 5 ложек. Чтобы долго не взбивать свой крем, я перемешала вот так вот свою вот эту смесь. И отправляю ее в холодильник, чтобы сахар у меня подтаял. И не приходилось мне долго взбивать до полного растворения сахара. Тем временем, пока у меня подтаивает сахар, эта вся смесь у меня стоит в холодильнике. Я зачистила апельсин. И вы видите, я его так срезала, что верхней кожурки у меня практически нет. И нарезаю в поперек волокон свой апельсин. Апельсин у меня удачный, он без косточек. Если у вас есть косточки, выберите их обязательно. Апельсин разрезаю я кубиками, ну где-то до сантиметра. Ориентируюсь так, чтобы было до сантиметра. Крупные кубики, когда попадаются, их хорошо чувствуется. Особенно, если это сладкий апельсин вкусный, то лучше, чтобы это были крупненькие кубики. Этот торт очень-очень вкусно будет за счет того, что он кокосовый крем немножко, с кусочками ананаса или персика консервирована. Очень вкусно будет. Но я захотела добавить такую нотку свежести, и поэтому у меня здесь будут апельсины и бананы. В этом моем тортике. А остатки апельсинов, там где много шкурочки, можно просто ам-нам-нам и скушать. И все, и уничтожить все запасы. Вот. Сюда также я буду использовать один крупный банан. Если у вас не очень крупные бананы, можно использовать два или полтора банана. Мне этого будет достаточно на весь тортик. Банан я режу на четыре части, и тоже вот такими вот довольно крупненькими кубиками. Пускай они будут чуть меньше апельсина, но где-то приблизительно такого размера. Старайтесь ориентироваться. И хорошенько вымешиваю, перемешиваю рукой, чтобы обволоклись полностью кислотой апельсина наш банан. Тогда банан не потемнеет. Это обязательно. Если вы будете работать просто с бананом, то сбрызните его лимонным соком. Тогда он не потемнеет. Вот наш корж, который я показывала, как я делала в предыдущем видео. Я делала на три коржа. То бишь, у меня один корж я пекла отдельно. И один с большим количеством смеси я пекла, который нужно разрезать на два коржа. Вот я его режу на два коржа. Вот он черный, такой красивый, насыщенный, шоколадный. Пахнет безумно вкусно. Ну, короче, попробуйте. Я думаю, вам такие коржи понравятся, если вы любите шоколад. И теперь можно уже продолжить с кремом. Сахар, я посмотрела, у меня растаял. Можно начать взбивать сливки. Заварная смесь остыла. Так что все для крема уже готово. Начинаю взбивать сливки. Сливки я взбиваю и у меня в комбайне из семи ступенек мощности. Я взбиваю сейчас на пятой ступеньке. И чуть-чуть сейчас начну взбивать уже на шестой ступеньке. Вот я начала взбивать уже на шестой скорости. Взбиваем не сильно долго. Контролируем этот процесс, никуда не уходим. Потому что все-таки, если мы перебьем, оно у нас расслоится даже с молоком. Поэтому смотрим. Никаких загустителей я не добавляю. В этот раз ничего. Вы видите, начинают появляться бороздки. Буквально мы вот стоим, никуда не уходим. Бороздки, бороздки появляются. Они становятся более такими упругими. Мы смотрим. И вот начинает масса отходить от стенок. И это буквально вот все. Я начинаю потихоньку уменьшать скорость. И вы видите, оп, мои сливки собрались. Нигде ничего не расслоилось. И вот с таких сливок, в принципе, даже можно розы крутить. То есть все, они уже собрались на венчике. Они упругие и сильные, и хорошо стоят. Если вам все-таки нужно крутить розы, советую делать это с загустителем для сливок. Чтобы на всякий случай потом это все добро не потекло у нас. Часть сливок я беру где-то одну третью часть, может чуть меньше. Добавляю в заварную свою смесь, которая хорошо остыла. И венчиком перемешиваю, чтобы облегчить эту заварную смесь. И она у меня хорошо ввелась уже во взбитые сливки. Вот она у меня практически уже перемешалась. То есть вот такая уже более мягкая масса получается. Если мы сразу бросим заварную часть туда, то может плохо у нас соединиться. А так она у нас соединиться намного лучше. И теперь уже эту часть мы можем ввести в наши сливки. Полностью я высыпаю заварную часть. Благодаря тому, что она на одних желтках у меня, она более насыщенно вкусная. Такая прям на вкус как мороженое, очень вкусная. Я думаю, желающих пооблизывать венчики у вас будет много. Так что теперь можно прицепить венчик и уже соединить эту массу у нас со сливками. Вначале я на очень маленькой скорости просто это прокручиваю, чтобы оно начало соединяться. Постепенно скорость увеличиваю. Это буквально происходит в течение вот одной минуты. Я увеличиваю скорость, смотрю, чтобы все у нас хорошо соединяется. Долго взбивать нам это добро не нужно, чтобы у нас сливки тоже все-таки не перебились. И вот я это все соединила, смотрю, смешалось это хорошо. Никаких частей отдельно у меня нет. Вот такой вот упругий крем у меня получился. Все, можно в принципе приступать к сборке тортика. Дальше уже проще простого. И вы уже, наверное, не раз пробовали, не раз видели, как я собираю свои коржи. Вот тот коржик, который я пекла отдельно, который я не резала. Его я буду ложить на низ. Слегка, чуть-чуть, буквально я его пропитываю. У меня здесь сироп вода, плюс немножко кофе и немножко темного рома по вкусу абсолютно делайте. Цепляю на низ немножко крема для того, чтобы в конце мой тортик не ездил по подложке. Поэтому всегда на низ буквально пол ложки крема цепляю. И опять же немножко увлажняю сверху. Много сюда пропитки на эти коржи не нужно, потому что они такие внутри приятно влажные, благодаря тому, что они с маслом внутри у нас. Удобнее мне собирать, конечно, в кольце. Делю свой крем на 4 части и буду собирать. 1 четвертую крема я выкладываю сразу на низ, на нижний свой корж. Разравниваю. Удобнее это делать в кольце, можно без кольца, потому что крем не течет ничего. Но просто мне сейчас удобнее было работать в кольце. Вы видите, банан мой не потемнел. Визуально делю на 2 части свои фрукты, так как у меня будет 2 прослойки фруктовые. И распределяю, тоже стараюсь более-менее равномерно по моему ярусу тортика. В общем, как-то так. Теперь беру средний ярус, среднюю свою корж. Вы видели, у меня там, когда я резала, немножко отломился кусочек, но это ничего страшного. Мы его потом назад прицепим. Тоже слегка пропитываю, абсолютно слегка, вы видите, я много не пшикаю, буквально чуть-чуть. Кто видел, они все видели уже, наверное, что я пропитываю с помощью пульверизатора, так мне более удобно, нравится. И так получается намного равномернее. Одну четвертую крема выбрасываю обратно сюда же и выравниваю по нижней части, получается, своего коржа. Чтобы сильно с большой высоты не бросать свой корж на тортике, он у меня сильно не разломался, я сниму кольцо сейчас и положу. Вот так, опля. Потому что если бросать с большой высоты, ну не совсем удобно как бы. Я обратно застегиваю свое кольцо, теперь нужно присоединить то, что у нас отпал, вот этот уголочек. Я его так на крем цепляю немножечко и сюда присоединяю. Все, он никуда не денется, и потом, когда торт у нас постоит под прессом, то есть оно все хорошо у нас соединится, и никуда это не будет ничего отпадать, и никто знать об этом не будет, то, что у нас там кусочек был отпал. Так что не бойтесь, если вдруг у вас такое произошло. И опять же выкладываю сюда 1 четвертую крема своего. Я, кстати, немножко забыла о том, что у меня еще маленькие пироженки в УПИ, которые я собиралась сверху украсить. И я забыла оставить на них немножко крема, хотела с этим кремом делать тоже. Но забыла, и поэтому я их сделаю просто с белковым кремом, эти мои в УПИ. Ну я вам покажу, какие они у меня получились. Вот, просто забыла, хотела сделать их с таким кремом. Ну ничего страшного, и так было очень вкусно. И опять же распределяю остатки своих фруктов, которые у меня там остались, равномерненько по тортику, чтобы везде было вкусно. Стараюсь, чтобы как можно более равномерно у меня лежали и там, и там, и апельсинки, и бананчики. Можно и киви сюда добавить, пожалуйста, по вашему вкусу. Я же говорю, очень вкусно и с ананасами этот тортик. Ну, в общем, пробуйте. Так как вам понравится, я думаю, что вам понравится точно. И вот готовлю последний свой верхний ярус тортика, точнее верхний корж тортика. Сейчас на него вышкребу остатки крема полностью, что у меня осталось. И, в принципе, уже здесь со сборкой тортика можно заканчивать. Все, весь крем у нас сюда ушел. Аккуратненько разравниваю его. И уже можно будет этой частью накрыть наш тортик и поставить его под гнет. Под гнетом он у меня будет стоять где-то с полчаса точно. И потом я поставлю в холодильник, чтобы тортик хорошенько схватился. Ну, как бы и сливки остыли. Все, как бы, чтобы хорошенько у меня подружилось. Часа на два точно это нужно сделать. Оп, закрыли. И теперь можно под гнет. Ну, чуть-чуть пропитать еще, конечно, сверху. И можно уже отправлять под гнет. После того, как тортик у вас постоит в холодильнике, уже с ним намного будет удобнее работать. Нежели если вы сразу его сейчас откроете и начнете. То есть, сейчас у вас могут в сторону сливки плыть, еще там что-то. А когда он постоит в холодильнике, он у вас уже друг с дружкой подружится, схватится. И с ним намного будет проще работать. Вы увидите, как бы, у меня он уже будет стоять недвижимо. Ничего никуда не плывет. А так, собственно, вот собранный наш тортик готовый. Я его накрываю вот полиэтиленчиком сверху. И ставлю вот у меня, как бы, стеклянная такая подставка. Мне удобнее ее использовать для гнета. И любыми подручными средствами, будь то чайник с водой, кастрюля с водой, неважно. У меня так две бутылки я поставила. Мне так было удобно. Вот. И постояло оно у меня так полчаса. И в холодильник. После холодильника, вот уже можно раскрыть наш тортик. Ножиком провожу по кольцу, чтобы отсоединилась у нас вся эта часть. Не прилипла. Можно, конечно, использовать специальную пленку. Вот. Ну, тогда потом и эту пленку или выбрасывать, или мыть обратно нужно. Мне проще провести один раз ножом, если честно. Теперь все. Подравниваю где-то там у меня, где зацепились сливки, когда я вынимала форму. Сейчас покажу поближе. Вот как-то так. Подравниваю сливки. Вы видите, сливки у меня довольно широкий слой. Ничего, никто никуда не плывет. Если вы не уверены в своих сливках, добавьте в них загуститель. Или посмотрите мое видео, там, где я делала на сливках крема. Там я рассказывала и показывала, как бороться с этим всем добром. Украшать я буду вот белково-заварным кремом. Вот заварила я этот крем. И теперь мне нужно покрыть мой тортик белково-заварным кремом. Я начну делать это с верхушки, потому что мне нужно выровнять верх. Он должен быть у меня здесь просто ровный на самом деле. Я никаких сверху ничего не буду делать, потому что сверху у меня будут маленькие вупи и фрукты. Поэтому мне нужно просто, в принципе, выровнять корж. Я где-то, кстати, поддевала свою насадку широкую, которая удобно выравнивать тортики. Поэтому вот такой вот маленькой насадкой буду играться. Сейчас заказала на Алиэкспрессе. Вот идет мне второй раз моя насадка. Не знаю, где я ее могла потерять. Ну, в общем, я покрыла в один слой, как могла, свой крем. И взяла, налила в рюмочку водички. И теперь ножик смачиваю в этой водичке. Просто обычная вода. И начинаю выравнивать свой торт. Без водички, если вы начнете это делать, белковый крем начнет тянуться за ножом. Поэтому выравнивать лучше, используя водичку. Вот. Только тогда у вас получится верх латки. Ничего у вас никуда не поплывет. Не бойтесь. Потому что кто-то мне писал о том, что если я слегка намочу, то у меня начнет течь белковый крем. Ничего у вас не начнет течь. Конечно, если вы, может, литр на верх выльете, то у вас начнет течь. А если вы просто увлажняете, ножик вынимаете и выравниваете, ничего у вас не произойдет. На нижний слой белкового крема не обязательно добиваться супер ровности. Вы просто делайте максимально, чтобы никаких у вас горбочков не было. Чтобы у вас как можно ровнее потом лег верхний слой крема. Можно воспользоваться и лопаткой. Если у вас есть шпатель вот такой, его тоже вы увлажняете, намачиваете водичкой и проводите этой спатулой. Вам будет намного удобней. Если особенно у вас тортик большой и ровный, потому что если у вас там всякие собачки и прочее, то, конечно, спатулой вам будет неудобно работать. Ну и в общем, как-то так. Теперь можно уже положить и верхнюю часть крема и точно так же ее уже выровнять. Тут можно побаловаться, поиграться. Я вам всякую фигню выкладывала, вы видите, просто... И теперь как бы разравниваю это все по тортику. Точно так же выравниваю с водичкой. В общем, уже смысла второй раз рассказывать одно и то же я не вижу. И вот оставила я вот такую вот верхушку. Мне этого достаточно, потому что где-то по бокам у меня будут зигзаги, поэтому как бы мне вот этого достаточно абсолютно. Боковушку тортика своего я украшу по-другому. Это, кстати, вот мои пироженки маленькие вупи. Я просто насадка-звездочка делала с вот таким вот углублением, вставляла внутрь туда малиночку. И сверху на крышечку тоже еще один слой белкового крема и придавливала вот так вот вместе, чтобы красивые вот такие вот пироженки получились. Вот сейчас покажу в разрезе, как это все получалось. Вот так вот это получался горький шоколад, сладкий крем и кисленькая малинка. В общем, тоже мега вкусно. Можно любую начинку положить. Ну, от варенья до всего чего угодно. И вот мой тортик получился. Я разложила здесь виноград и малинку сверху. Использовала просто зигзаги, то есть насадку-звездочку использовала. Вот, по бокам у меня здесь, постараюсь сейчас снять поближе, чтобы видно было, уже просто в коробке стоит, нет времени. Снизу я использовала просто насадку для листиков, которая у меня, и проводила, делала вот такие вот рюшики, насадка-листики. Собственно, тут ничего сложного нету. Если будут какие-то вопросы, конечно, задавайте, спрашивайте. Вот моя мамочка, которая режет тортик уже. К сожалению, я не успела его сфотографировать в разрезе, потому что мы его просто очень быстро уплели. Вдруг какие-то будут вопросы, задавайте в комментариях, пишите в личку, добавляйтесь в мою новую группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...